Деревня Упрусы находится на границе Жуковского и Клетнянского районов. Добраться сюда можно только одной дорогой от села Быковичи. Сегодня здесь постоянно проживает пять семей, на лето приезжают дачники. Из старейшин Упрусов Александра Федоровна Алешина. Она была свидетельницей страшной расправы над мирными жителями в июле 1942 года. Расстреливали людей, маленькие дети, укормила грудью. Как летела, маленького убили и нацела, мама осталась. А вот нас не убили. Водили у окопа партизан. Били ложами, лишь мы маленькие были. Нас не убили, отстались. Деревню спалили, усережали. Ой, ой, поминать страшно. Александре Федоровне повезло. Узнав, что русские войска близко, каратели отступили. А тогда посадили нас уряд у всех. Пулеметы вот так-то понаставили его. Крещить, дети ж, у всех крещим гибель. А тогда какой-то бегите русский тип, теревочек. Русь, Русь, не крещите. Вас больше стрелять не будем. Александр Федорович Платонов родом из уже несуществующей деревни Выглавка. Да, домов 25, около 30 было домов. Ну, в 43-м, в сентябре, ее спалили всю дотла. После войны перебрался в Упрусы. О трагедии, произошедшей здесь, знает по рассказам жены и тещи. 125 человек погибло в тот день. Это как по официальным данным, это данные архива Жирядинского района. Это непридуманное, мы не придумали. И там в архиве записано 132 угнали в неизвестном направлении. Они где-то кого видали, в подвалы бросали прямо гранаты. Вот тёси говорят, что они сидели в подвале, там полный подвал был набит народу. Они кисят выходить, а никто не выходит. Они гранату одну в другую кинули. Кто выпал оттуда, добивали. Каждый год потомки и родственники жертв расстрела вспоминают о трагедии, когда деревня была стёрта с лица земли. Их целью стало возрождение Упрусов. Недавно обитатели современной деревни добились установки нового памятника жертвам фашизма. 21 июля, в годовщину трагедии, они соберутся здесь, чтобы вспомнить о своих погибших. Пока мы общались с жителями Упрусов, фотограф Павел Капустин набирал материал для своего проекта «Забытая Россия». В Упрусах много заброшенных домов, и у каждого своя забытая история. Я думаю, что сегодняшняя деревня, в которой мы были, её также можно отнести к проекту «Забытая Россия». Но в другом смысле, в позитивном. Потому что деревня была забытой. Она была забытой, и сейчас её начинают восстанавливать, поднимать. Появляются люди, которые покупают участки, приезжают дачники. То есть деревня из забытой переходит в разряд развивающийся. То есть это тоже моя тема. Для проекта «Забытая Россия» Павел ищет деревни, где практически остановилась жизнь. Эти фотографии сделаны в деревне Шапкино Жирятинского района, где осталось всего два жилых дома. Выяснил Павел и то, что от деревни Чемодурово вообще ничего не осталось. Где-то деревни, которые вроде как считаются заброшенными, забытыми, они уже умершие. И даже люди говорят, что вот там есть деревня, там один-два человека, приезжаешь, а по факту там даже домов не осталось. Всё уже заросло, запахано, и деревни нет, только название на карте. Или бывает наоборот. Говорят, что вот есть там деревенька, пара домиков, троечка, и там один-два человека. Приезжаешь, а там уже дачный посёлок отстроен. С современными домами, с антеннами, со спутниковыми. Каждый может принять участие в фотопроекте «Забытая Россия». О знакомой заброшенной деревне, в которой ещё сохранились какие-либо следы цивилизации, можно написать в одноимённой группе ВКонтакте или сообщить в редакцию нашего телеканала. Недавно мужчина возил в свою собственную деревню, из которой он родом, где он вырос, провёл там всё своё детство. И сейчас эта деревня, она практически уже умирающая. Мы съездили вместе, пофотографировали, он мне рассказал историю своей деревни, себя. Итогом проекта должны стать фотовыставка и фотоальбом, куда войдут все самые красноречивые кадры попавших в объектив Павла деревень. Александра Седачёва, Максим Кузнецов. События. Жуковский район.